В эти минуты в Нижневартовске с рабочим визитом находится губернатор Наталья Комарова. В программе поездки главы региона запланирована встреча с молодежью и общественными организациями города. И, конечно же, по доброй традиции возложение цветов к мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы войны. Сейчас на связь со студией выходит моя коллега Регина Гауфе. Ей слово. Нижневартовск встречает День Победы. Несмотря на отказ от традиционного парада и шествия, город не покидает праздничная атмосфера. На улицах города в общественных пространствах расположены арт-объекты, баннеры и фотозоны. Из оповещателей и громкоговорителей слышится праздничная музыка. На протяжении уже второго дня нестихает и поток жителей, которые возлагают цветы к памятникам воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Прибывшая на праздник губернатор Югры Наталья Комарова также традиционно присоединилась к возложению цветов. Совместно с главой Нижневартовска, первым спикером Думы Югры и председателем Думы города. Расскажите, у вас служили кто-то из родственников, из дедушек, прадедушек? Знаете ли вы их историю, рассказываете ли своим детям? Да, обязательно. У меня оба деда воевали, оба деда прошли всю войну, дошли до Берлина. Мы, конечно, об этом рассказываем. И дедушка моих детей, он дитя войны, они его застали, слава богу. К сожалению, сейчас его уже нет, но он рассказывал о том, как они жили в оккупированной деревне. И в их доме жили фашисты, и он это помнит и рассказывал своим внукам. Это очень важно. Спасибо большое, Ирина. Сегодня на протяжении всего дня горожане будут продолжать отдавать дань памяти погибшим воинам. На связи был Нижневартовск, Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.